Правоохранители сосредоточились на поиске злоумышленника и спустя некоторое время вышли на его след. Предварительно установлено, что к совершению хищений причастен ранее неоднократно судимый неработающий 27-летний житель Кубринского района. Ранее он также специализировался на имущественных преступлениях. От жителей Жабенковского района в дежурную часть отдела милиции начали поступать заявления о том, что при неизвестных обстоятельствах у них пропало имущество. В частности, из дома, расположенного в деревне Перелумье, пропал телевизор, DVD-проигрыватель и ТВ-тюнер, а также пять банок консервированных продуктов. Все преступления были схожи, совершены из частных домов в темное время суток. Во всех случаях объектом преступного посягательства были продукты питания и бытовая техника. Правоохранители сосредоточились на поиске злоумышленника и спустя некоторое время вышли на его след. Предварительно установлено, что ранее неоднократно судимый, неработающий 27-летний житель Кобринского района не единожды становился антигероем криминальных сводок. Ранее он также специализировался на имущественных преступлениях. Мужчина был задержан оперативниками в одной из деревень Жабенковского района. Установлено, что гражданин причастен к аналогичным преступлениям на территории Кобринского района. Следователями дана правая оценка действия инфекуранта. В дежурную часть УВД Барновического горосполкома с заявлением о краже обратился 88-летний местный житель. Пенсионер пояснил, что из его сарая, расположенного на территории домовладения, украли углошлифовальную машинку и шуруповерт на общую сумму 350 рублей. В сарай проник похититель путем взлома замка входной двери. Заявитель рассказал, что в хищении имущества он подозревает подсобного рабочего, который трудился на него и имел доступ к сараю и всему имуществу в нем. Сразу же правопорядка проверили информацию и установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался не имеющий судимости 27-летний гражданин Российской Федерации, проживающий в городе Барановичи. Он признался в содеянном, а также рассказал, что уже успел сбыть электроинструменты. А полученные деньги от продажи потратил на покупку спиртных напитков. Следователями дана правовая оценка действиям фигурантов по обоим случаям совершения краж личного имущества.